Я просто скажу, с чего вдруг эта тема. Кто-то знает, кто-то не знает, что я была на резиденции в штабе год назад, чуть больше года назад. И к этой резиденции штаб готовил тогда свой первый альманах. И в эту тему я впрыгнула неожиданно по запросу штаба, когда они меня попросили написать что-то про гендерный порядок, советский гендерный порядок. А я решила, почему писать в общем, я хочу писать про Центральную Айзию. Когда я ни разу не была еще здесь, но оказалось, что им можно не быть. Прекрасные библиотеки все сохраняют, можно делать исследования, даже находясь за тысячи километров. И первые пробы были сделаны тогда, и статья напечатана в альманахе. И сейчас у меня появилось желание немного продолжить дальше работать с этим материалом, уже, наверное, глубже на него смотреть, смотреть с позиции уже такой больше деколониальной теории. Не просто описывать, как это было, а уже как-то критически анализировать то, что происходило. И я сегодня буду говорить в основном про этот такой конструкт Женщины Востока, в большей мере про Центральную Айзию. Хотя следует сказать, что те материалы, которые я использовала, они, ну я еще буду к этому возвращаться, они, конечно, говорят про Восток в таком очень глобальном понимании этого слова, куда входило далеко не только Центральная Азия, и Сибирь, и страны Кавказа, и так далее. Но я старалась из этого учреждать какие-то специфические акценты, которые делались именно применительно к этому контексту. И сразу, наверное, скажу, что, конечно же, революция 1917 года нам привела к таким радикальным еще сильным изменениям. И эти изменения были связаны скорее не со сменой только политического порядка, но также со сменой очень сильно повседневности, практик повседневности, образа жизни для людей, для многих, каких-то устоявшихся паттернов поведения. И также эта политика была связана с появлением таких базовых концептов. То есть придумывались какие-то, ну не придумывались, а использовались какие-то понятия, вокруг которых вся политика разворачивалась. И одним из таких понятий является вот это понятие Женщины Востока, которое последовательно воспроизводилось в каждом документе, и которое как бы шло, как сказать бы по-английски, «goes without saying». То есть это то, что все должны были понимать, что имеется в виду, о ком идет речь, и не разворачивалось, так что же на самом деле включать в концепт. И только уже сейчас, находясь в 2015 году, анализируя эти первоисточники, мы можем деконструировать, так что же стояло за этим понятием, так что же хотели, к кому обращались, кто эти женщины, о ком вообще шла речь. Цель моего выступления в том, чтобы представить, каким образом в официальном дискурсе конструировалось понятие Женщины Востока, каким содержанием наполнялся дискурсивный проект освобождения Женщины Востока. И в данном случае я понимаю понятие Женщины Востока как политическую категорию, которая воспроизводила колониальные отношения, и также она была необходима для разворачивания проекта модернизации, так называемого Советского Востока, ну и в частности стран Центральной Азии. И если, например, говоря современным языком, мы бы захотели сделать такое облако хэштегов, это сейчас очень любят делать на выставках, то ключевыми понятиями были бы худжум, раскрепощение, эмансипация, модернизация, оккультуривание, культурная революция. Это те слова, которые постоянно манипулировала официальная риторика, говоря о том, что необходимо делать в отношении Советского Востока, в частности, как освобождать женщину. Это всегда было связано с оккультуриванием неким стремлением к развитию, отцивилизовыванию и так далее. И теоретически я в большей мере пытаюсь опираться на деколониальную феминистскую критику, и я взяла две цитаты из таких теоретических источников, которые рассматривают, что такое деколониальная оптика, в частности, по отношению к Советскому Союзу. И, наверное, это такие ключевые цитаты, которые помогают понять, что я бы хотела вкладывать тоже в свое видение этого советского проекта. Первую цитату я тогда зачитаю. «Ключевой концепт деколониальной оптики — это колониализм власти или колониальная матрица власти. Колониализм власти манифестирует себя посредством производства расы, контроля труда, капитализма, контроля субъективности, включая гендер, и контроля производства знания или западную монополию на знания. Здесь для меня важным является то, что колониализм всегда связан с производством расы, и на основании производства вот этих неких неравных групп по принципу расы происходит распределение труда, формируется субъективность идентичности, определяется, какое знание является легитимным, а какое не является легитимным. И вторая цитата. «Колониализм — это мощное оружие модерна, которое оправдывает любые действия, включая войну, для цели разрушения или преодоления варварства и традиционализма. В таком случае колониализм является скрытым оружием цивилизаторских и девелопменталистских миссий современности». А эти цитаты я переводила сама, то есть это англоязычные источники, и, к сожалению, вот это слово «девелопментализм», его очень сложно перевести на русский язык. Но мне кажется, что лучше брать такую кальку с английского языка, потому что оно хорошо отражает, о чем идет речь, то есть это развивательная политика. И, соответственно, эта цитата уже говорит о другом аспекте, что это было производство расы, связанное не только с установлением некой иерархии в социальной структуре, но это также связано еще с таким интрузивным и активным вмешательством в некое локальное пространство для того, чтобы… с такой якобы гуманистической миссией, помощи, поддержки и так далее. И эти два процесса, они как бы между собой неразделимы. То есть колонализм всегда связан не только с неким наделением чего-то, какими-то значениями, но и всегда с активной интрузией и активным внедрением. И в этом плане советский проект очень хорошо это показывает, каким образом это происходило. Если говорить уже конкретно про гендер, то гендер является одним из таких осевых концептов, осевых принципов, которые поддерживают колониальные системы, империалистические системы. И связано это с тем, что женские тела и женские субъективности, они предстают как маркеры, которые репрезентируют общество, нацию, этническую группу. Об этом очень много… Я здесь ссылаюсь на Нортроп, но об этом очень много писал Мира Юваль Дэвис, гендерной нации, о том, что женщины являются всегда выразителем нации, представителем. И границы нации всегда очерчиваются по женским телам, насколько они соответствуют образу, насколько они репрезентируют. И, соответственно, борьба за гендерный порядок – это в определенной мере и борьба за женские тела. То есть для того, чтобы выразить некую символическую власть над некой группой, необходимо присвоить женщин этой группы. То есть в данном случае женщины являются тем пространством, которым присваиваются для того, чтобы символически маркировать, что захвачено, в принципе, и все остальное пространство. Это очень важный момент, потому что в советском проекте именно женщины, оккультурование Востока было связано в первую очередь с освобождением женщины. То есть это было два неразрывных процесса, даже скорее равнозначных процесса. То есть речь не шла про оккультурование мужчин или про изменение систем. То есть в первую очередь во главу угла становилась именно работа с женщинами. И здесь вот эта связка тоже очень интересная. Я взяла такую очень репрезентативную цитату из обращения Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ, где написано, что «невозможен быстрый рост культуры, невозможно отсталым народам догадать ушедших вперед своих сотоварищей по Союзу, без того, чтобы в культурном строительстве, в росте хозяйственной жизни не приняли участие раскрепощенные женские массы». То есть вот этот призыв именно в первую очередь к женщинам. И дальше будут тоже похожие цитаты, где когда декларируется то или иное направление, которое необходимо для развития или для продвижения, то в первую очередь эти нормы адресованы к женщинам. То есть в первую очередь они адресованы к тому, что нужно обучать женщин, потому что они впоследствии будут обучать свои семьи, своих детей, и таким образом будет происходить вот это апроприирование норм. По поводу эмпирической базы, на которую я ссылалась, для сегодняшнего своего выступления я отсмотрела, проанализировала 13 первоисточников. Это некоторые из них я уже анализировала, когда я готовила статью для альманаха, но некоторые из них новые, потому что, когда я делала статью для альманаха, я в основном смотрела те источники, которые сдавались в Кыргызстане, когда еще Кыргызстан был, Бишкек был городом Фрунзе, то есть меня больше интересовал конкретно очень сильно локальный контекст, то в этот раз мне было интересно, в принципе, вообще центральная Азия как регион, и поэтому я смотрела на издания уже не только в Бишкеке, но и в Ташкенте, и которые апеллировали к Женщине Востока как такое общему понятию, то есть которые артикулировали какую-то политику по отношению к Женщине Востока. Но помимо этого я также ссылалась на те исследования, которые есть в англоязычной литературе или в русскоязычной, к сожалению, в русскоязычной их очень мало, я могу только назвать Юлию Городскову, которая занимается тоже проектом советского освобождения, вот это проектом освобождения Женщин Востока, но она работает с Волго-Уральским регионом, и у нее очень интересное исследование, если у вас будет желание, можете почитать, она обращается к архивным данным комиссии по улучшению быта, и каким образом эти комиссии, то есть изучать переписку между этими комиссиями, между женщинами-активистками, то есть это очень богатый и интересный материал, но он, конечно, низко отличается от материала, который имеет отношение к Центральной Азии или к странам, так называемых, Кавказа. И, наверное, здесь я бы хотела немного остановиться, еще и потому, что, к сожалению, вообще объем литературы по этой теме очень маленький, и если, например, на Западе, в Штатах в основном, есть какое-то количество исследований, есть какой-то интерес, хотя он тоже очень малочислен, то внутри постсоветского пространства, там, в России или в других странах, в Украине, в Беларуси, исследований вообще очень мало, то есть практически никто не обращается к этой проблематике. Более того, те публикации, которые я знаю, есть по советскому гендерному порядку, которые очень много было сделано в России в свое время, хотя они говорят про советский гендерный порядок как что-то общее, они в основном касаются центральной и западной части России и союзных республик, соответственно. И они совершенно не артикулируют особенности контекста, особенности политики, то есть они не выделяют вот этот отдельный проект в рамках проекта эмансипации женщины отдельно, как эмансипацию женщин Востока, как некий отдельный проект. То есть оно часто рассматривается именно в таком очень обобщенном виде, и, соответственно, вот эта колониальная оптика, она совершенно упускается, то есть и складывается впечатление, что СССР стояла только из России, и все. А 15 союзных республик, они как бы не существовали. Это совершенно не так, и очевидно, что то, что сейчас происходит, и то, что вчера была презентация у Тани Федоровой, то, что происходит в постсоветский период, как раз-таки показывает нам, что эти 15 союзных республик чувствовали себя достаточно по-разному внутри Советского Союза, и по-разному переживают сейчас эту травму, кто-то, разный проект, усиление националистических каких-то тенденций, все это является следствием вот этого попытки пережить каких-то политик памяти того, что было. И поэтому, как бы, очень сложно говорить в Советском проекте как чему-то гомогеном и универсальным, потому что очевидно, что он таковым не был. И если уже переходить к непосредственно моему исследованию, моим размышлениям, то прежде чем я перейду непосредственно уже к Женщинам Востока, как к концепту, я хотела еще немного остановиться на деколониальной критике с СССР, для того, чтобы, наверное, было понятно, из чего я исхожу. И, возможно, это уже озвучивалось на первом симпозиуме, но я решила подчеркнуть какие-то моменты. В первую очередь это то, что с позиции до колониальной теории СССР представляет собой империю, и мы можем ее считывать таким образом. И мне кажется, мне даже нет смысла там сильно разворачивать этот термин, учитывая те статы, которые я привожу, которые показывают и то, что я говорила вначале, что такое колониализм, и каким образом СССР сюда вписывается. Я их зачитаю. Политика угнетения эксплуатации, которую проводила по отношению к отдельным национальностям царское правительство вместе с буржуазией, мешала более отсталым народам развивать свое хозяйство и догонять ушедших вперед центральную Россию. То есть это выдержки из этих первоисточников, которые я анализировала. Чем дальше эти страны находятся от центра, тем темнее отстали там население. Народности, живущие в центре России, более культурные. Они живут оседлой жизнью, занимаются сельским хозяйством, торговлей, хотя и слабо участвуют в промышленности. То есть риторика вполне очевидная. Выстраивание этой иерархии внутри якобы большого советского государства. Мы видим, что есть какие-то более развитые народы, есть менее развитые народы. И, соответственно, СССР ставит перед собой миссию нивелирования этого различия, миссию помощи. И здесь вот второй важный поинт, это то, что СССР как империя, это совершенно не то, что модерная империя Запада. То есть это совершенно не то, что Великобритания, например. И именно поэтому в исследовательской литературе часто исследователи очень затрудняются, например, однозначно говорить о том, что СССР была империя колониальная, потому что она очень сильно отличается от такого классического представления о том, что есть такое империя. И, например, Ирина Сандомирска в одном своем выступлении, на конференции она была где-то в Швеции или в Норвегии, она говорила о том, что это связано с тем, что само понятие колониализма было изобретено на Западе, и было четкое понимание того, что есть такой колониализм, какие механизмы он использует, там, христианство, просвещение, капитализм и так далее. И это очень сильно отличалось от тех практик, которые предлагала СССР, которая, наоборот, говорила о некой желании нивелировать национальные различия, предлагала вместо капитализма плановую экономику, то есть совершенно по-другому выстраивала свою риторику. И поэтому, например, Ирина говорит о том, что можно говорить о двух базовых отличиях СССР от модерных империй Запада. Это, во-первых, географическое, то, что СССР географически не было Западом, то есть было чем-то незападным, и, например, Мадина Тластанова это определяет, как их хозяин был сам рабом более могущественного хозяина. То есть, что это была такая угнетенная империя, вот в следующей цитате. Российская империя, которая сама ощущала себя как колония в присутствии Запада и одновременно вяло играла роль карикатурного цивилизатора в своих неевропейских колониях. Случай Центральной Азии или Кавказа, современной Турции или Восточной Европы является более сложным, так как природа угнетенной империи и ее колонии дала начало мутантным формам гендерных дискурсов. Ну вот «угнетенная империя» — это мой такой вольный перевод «Subaltern Empire», может, найдется его лучше перевод. И еще одна тоже интересная цитата. «Революция создала новый тип колониализма и новый тип модернити, каждый из которых ориентирован на мгновенную этнитизацию, политизацию идентичности. Этот процесс серьезно оспаривал расовый иерархии западного европейского модернизма и содержал свою логику этнической дискриминации и исключения». Это уже второй аспект. То есть, помимо географической нюанса, который играл какую-то роль, была еще риторика. И эта риторика очень сильно отличалась от риторики западных колоний. То есть, наоборот, Союз все-таки противопоставлял себя западным колониям, говорил о том, что, да, страны Запада ведут себя колониально по отношению к странам Африки или другим странам, и что в этом случае СССР выглядит более выгодно. Он, наоборот, пытается нивелировать все эти различия, декларировалось равенство между всех народов и наций и так далее. Но при этом это не отменяло в то же самое время декларацию на просвещение, культуру, на подтягивание этих народов к некой такой норме, для создания такого общего понятия, как советский народ, в котором не будет различий, ни по расовым признакам, ни по каким. И если уже переходить непосредственно к концепту женщины Востока, то я бы выделила три, наверное, основных пункта, каким образом это понятие конструируется в официальной риторике. То есть в основном я использовала по качеству первоисточников не экспертные статьи, исследователи, а такую просветительско-пропагандистскую литературу, которая распространялась огромными циражами. Потому что в 2017 году, как только поменялся политический режим, в 2018 году, стал вопрос о том, каким образом сообщать населению о том, что что-то изменилось, и что теперь другие практики, другие ценности и так далее. И очень большое внимание уделялось именно печатной продукции. То есть она выпускалась миллионными тиражами, распространялась по всему Союзу, должна была быть в библиотечке каждого женского клуба, деликатского собрания, каждой активистки. И поэтому эта литература представляет особый интерес для анализа, потому что она была таким вот самым, что ни на есть, первоисточником, которым должна была читать каждая женщина, которым должна была апеллировать каждая женщина и использовать как настольную книгу для построения своей повседневности. И первый пункт, это, конечно же, то, что само это понятие «женщина-восток», оно представляло женщин определенного локального контекста как некую гомогенную группу, наиболее угнетенную и наиболее неразвитую, хотя, как я уже говорила, эта гомогенная группа представляла из себя огромное количество стран и огромное количество локальных контекстов, Но это не учитывалось, то есть это все объединялось в какое-то такое общее название. И во-вторых, советская власть в данном случае определяла себя как уникального носителя тех знаний, которые необходимо транслировать тем, кто еще ими не обладает. То есть в данном случае советское государство представляло как такая полнота всех современных представлений о том, как должно быть, как правильно. То есть оно брало на себя такую первоочередную роль. И такая очень показательная цитата, каким образом определялась, кто такая женщина Востока. Бесправная, забитая, запуганная жертва феодалов, духовенство и домашней тирании, колонизаторской политики царизма, закрытая черной чачваном и паранжой, никогда не смевшая поднять глаз. Женщина-узбечка с рождения до могилы была обречена на рабство. Шариаты в дату законили бесправное положение восточной женщины в семье, обрекли ее на вечное затворничество. То есть в данном случае речь идет про женщину из Узбекистана, однако такая риторика воспроизводится во всех пособиях по отношению ко всем женщинам, Кыргызстана, Казахстана, то есть это не имеет значения. Она практически идентичная, то есть только название можно убирать, но вот эта риторика о такой бесправной, совершенно пассивной женщине, она как бы очень сильно воспроизводится. Как я уже говорила, советская стала, выступала таким единственным актором, носителем правильного знания, и все вот нормативы, которые предписывались, они были связаны с формированием некого такого универсального субъекта, новой женщины, новой советской женщины. И соответственно здесь можно перейти к второму пункту, это то, что конечно же женщина Востока выступала как объект для политики, то есть она не обладала собственной субъективностью, она должна была быть только исполнителем того, что ей предписывалось. Так, я зачитаю. Закутанная в одежды, покрывающая с головы до ног, вынужденная с раннего детства в жизни затворничестве, покупаемая и продаваемая как вещь, лишенная голоса даже в мелких семейных делах, и во всем обязанная беспрекословно повиноваться отцу, брату и мужу, без надежды когда-либо выйти из этой опеки, женщина Востока это поистине раба из рабынь, которая рождается с клеймом проклятия и уносит его с собой в могилу. Уничтожить это клеймо, снять с плеч женщины, тяготеющей над ней тройное иго экономического, политического и семейно-бытового угнетения, привлечь ее к участию в строительстве новой жизни, вот та действительная задача, которая встала перед коммунистической партией. То есть мы видим совершенно пессимистическую картину полного беспросветного ужаса, нагнетения эмоциональной моральной паники, где Советский государственный берет на себя роль спасителя и защитника, но здесь совершенно нет возможности увидеть какую-то возможность активности со стороны женщины, ее какой-то возможность самой что-то сделать, каким-то образом куда-то пойти, то есть есть нечто сверху, что он ей может помочь. Или, например, такая, я буду активно использовать цитаты, потому что мне кажется, они очень показательные и очень хорошо помогают понять, о чем я говорю. «Октябрьская революция пробудила к сознательной жизни угнетенную из угнетенных труженицу Востока. Та, что в течение веков была рабыней, вещью при советах, стала не только человеком, но и полноправным гражданином Великого Советского Союза. Октябрь явился началом жизни Восточницы. Десятилетие октября – демонстрация ее роста. Сотни тысяч тружениц Советского Востока, пришедшие в органы управления страной, занявшие место судей и нар-заседательниц, вставшие к станкам новых фабрик и заводов, прошедшие школы и курсы, организованные в кооперативной артели, сбросившие своих лиц в покрывало Дру и Чачван, встречают октябрьское десятилетие». Это опять же о том же самом, о такой очень активной роли советских институций и совершенно пассивной роли женщин, которых просто взяли, подняли, помогли, и их действия мы совершенно не можем здесь увидеть. И таким образом формируется миф о том, что советская власть была единственным и первым таким проектом, который каким-то образом пытался реформировать или модифицировать регион. Хотя это очевидно вступает в противоречие с историческим контекстом, потому что, например, Мадина Тластанова, она в своей книге очень подробно описывает те проекты, которые были до советского периода, проекты модернизации, в том числе, которые затрагивали женщин, какие-то институции, которые существовали до советского периода, как, например, Институт Атин, может, вы знаете, женщин, которые приравнивались по статусу к муле, могли читать Коран, преподавать в начальной школе, да, то есть после прихода советской власти этот институт был полностью уничтожен, и как бы все упоминания или какой-то анализ, он как бы полностью исключал это, то есть формировался такой очень гомогенный нарратив о том, что до прихода советской власти ничего не было, после прихода советской власти вдруг резко началось продвижение. Конечно, с одной стороны, в этом есть доля правды в том плане, что действительно происходили очень сильные изменения, и действительно женщины получили доступ к образованию, к трудовой сфере, еще к чему-то, но, с другой стороны, есть и другие проекты, аспекты, которые были, но которые полностью затирались из истории, представляя как бы тоже и сам Восток, да, сам регион как некий такой пассивный, который только и ждал вот этого прихода и освобождения, совершенно не обладал собственной какой-то историей, жизнью, то есть каким-то образом там тысячи веков люди как-то жили, существовали, но сказалось впечатление, что они как бы были не просто как гомогенная группа, но они еще были как статичная группа, да, которая никуда не идет, никуда не развивается, находится в таком ожидании некого приходящего сверху того, что наконец-то толкнет их к развитию, наконец-то заставит людей куда-то двигаться. То есть вот я хотела еще подчеркнуть про эту статичность в пространстве и времени. И третий аспект это то, что женщина Восток это всегда другой, другая по отношению к женщинам из центральной или европейской части России, которым наоборот, в свою очередь, менялась цивилизаторская миссия. То есть как, например, это работало на практике, то есть все эти женские клубы и так далее, в первую очередь они организовывались активистками, которые приезжали по распределению, по направлению с Москвы, это были в основном представительницы центральной части России, то есть этнически были женщины, которые инфицировали себя как русские. И когда я смотрела сборники 60 лет освобождения женщин Востока и так далее, там перечислялись активистки, то да, в основном это были представительницы центральной части России и там две активистки из местного контекста. Это такой интересный момент тоже, что в первую очередь ставка делалась на более продвинутых женщин европейской части России, которые должны были обучить женщин, которые находятся здесь. Как бы еще больше подчеркивают это. И вот две таких тоже цитаты из книги «Худжум. Наступление». Первые члены женотделов Туркестана, Финкельштейн, Шумилова, Бендецкая, Кислова, Юсупова, Редькина, Барнашева, Дворкина, Гафарова и другие с малыми силами при полном отсутствии опыта работы на основе энтузиазма, преданности советской власти, веры в социалистические идеалы находили пути в очкаре к сердцу женщин местных национальностей. Мне еще понравилось вот это при полном отсутствии опыта работы. То есть это женщины приезжали на совершенно голом энтузиазме, имея очень смутное представление о регионе, о том, куда они едут, но имея очень четкие представления, куда они должны привести женщин, к которым они приезжают. И дальше буду говорить уже про сам проект «Худжум». И это, конечно же, очень сильно отразилось на тех практиках, которые использовались и что должна была представлять собой новая европейская мансипированная женщина и каким образом это имело такой негативный эффект на женщин из региона из Центральной Азии. Вторая цитата. «В июне 1918 года в Пешпеке первыми женщинами-активистками под руководством уездного городского комитета партии был организован союз «Трудовая женщина». Одним из организаторов этого союза была коммунистка, бывшая прачка Мария Антоновна Турапина. Председателем была избрана учительница Вера Александровна Соколова, член Пешпекского совета депутатов, а секретарем – Любовь Чаадаева». То есть, ну, все, мне кажется, понятно. Ну, то есть здесь может быть много причин, почему, например, это происходило так, почему там женщины, которые идентифицировались как русский, были более активными, да, но еще важный момент о том, что это поощрялось со стороны Москвы в большей мере. То есть сюда именно по распределению, то есть большая часть активисток, которые вошли в историю как основательницы движения «Худжун», которые были самыми активными, это были женщины, посланные из Москвы по распоряжению. То есть они должны были приехать и наладить работу на местах, и уже потом вовлекать сюда женщин из местного контекста. Но роль управления, принятия решения, она оставалась за ними, так как они репрезентировали вот эту новую власть. То есть лицо этой новой власти – это была определенная этническая идентичность. Это не было другое лицо, оно не могло быть заменено. Да, вот еще две таких, мне кажется, очень интересные цитаты. Благодаря им мы научились работать среди женщин-узбечек, выводя их из Чкари на дорогу свободы и равноправия света. Замечательные дочери русского народа, скромные, внимательные, с большой, открытой душой, возглавили в Туркестане борьбу за раскрепощение женщин Востока. Каждая из них, находясь на своем посту, отдавала все свои силы, знания, здоровье, делу рождения новой женщины на нашей земле. Одна из основных преград в работе среди женщин Туркестана, как и в других местах, отсутствие достаточно подготовленных работников из коренного населения. Год тому назад Туркестан насчитывал 50 парт работников среди женщин, из которых только трое были из числа коренного населения. В настоящее время их имеется 103 человека, из которых 33 из коренного населения и 15 европейек, хорошо владеющих местным языком. Также еще такого рода высказывания, они, как я уже говорила, нивелируют любую возможность того, что, например, женская активность была и до 2017 года. И женщины из местных населений могли кем-то, скорее всего, делали какую-то активность, организации, какой-то низовой активизм и так далее. Но в таких высказываниях складывается впечатление, что его совершенно не было. И даже потенциала этого не было, никаким образом никогда никто ни в чем не участвовал. И только женщины-европейки, приехав, они вдруг рассказали, что женщины могут быть активны. То есть это был совершенно пассивный объект, который необходимо было обучить прям вот совершенно всем навыкам, которое не обладало собственным потенциалом активности никаким образом. И второй концепт, помимо вот женщины-востока такого крупного, который очень важен при анализе советской политики, это понятие худжун, политика по освобождению женщин. Мне очень понравилось, я ее не переводила, European Style Women's Liberation. То есть в одной из статей этот худжун определяется именно таким образом, европейского стиля освобождения женщин. И я бы хотела дальше рассматривать этот худжун поступательно по пунктам, опираясь на обращение Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ, которое в 1927 году так кратко обозначило, так что же такое худжун, какие ставит задачи перед собой партия, внедряя этот отдельный проект по освобождению женщин востока. И еще следует отметить, что в некоторых регионах были свои интерпретации понятия худжун. И, например, в Узбекистане в одном из регионов было, помимо худжума, еще проект он назывался Талыс. То есть они переименовали худжун в Талыс и решили, что в их регионе освобождение женщин должно быть со своими особенностями, учетами. Поэтому я подозреваю, что вот это такое универсальное название на самом деле дробилось на какие-то еще и другие понятия, названия, которые использовались в локальных контекстах. Но, к сожалению, так как я не работала очень плотно с архивными данными, не могу сказать это 100%, но в некоторой литературе я встречала еще и название Талыс. Так, значит, теперь вот, если идти по пунктам конкретно уже этого обращения среднеазиатского ЦК ВКПБ. Значит, оно начинается следующим образом. Переходя в наступление против гнилых пережитков, против открытых и тайных врагов раскрепощения женщин, партия ставит перед собой и трудящимися массами следующие задачи. Первое. Разработка и проведение в жизнь популяризации законодательства советской власти раскрепощения женщины. Необходимо Семейный брачный кодекс, законы, запрещающие Колым, выдачу замуж малолетних, насильственное похищение, передать на предварительное обсуждение широких масс рабочих и крестьян. Там, где они еще не опубликованы. А там, где такие законы уже изданы, необходимо принять меры к популяризации и фактическому осуществлению среди трудящихся масс. Необходимо в практике работы судебных карательных органов перейти к усилению защиты интересов и охране прав женщин. Необходима более решительная и упорная борьба с нарушителями законов советской власти раскрепощения женщины. Необходимо создание юридических консультаций, которые сумеют помочь женщинам осуществить их права. Это очень важный пункт, потому что действительно с 2021 года начинает приниматься серия законов по отмене Колыма, запрете многоженства, повышению брачного возраста. То есть формируется очень важная законодательная база, которая, к сожалению, на практике не всегда выполняется. Потому что и в этом проявляется очень хорошо советский порядок, который характеризуется противоречием между практикой повседневности и декларированными нормами. То есть, с одной стороны, вводились якобы прогрессивные законы, на которые запрещались ряд традиций. Однако на практике даже партийные работники продолжали воспроизводить и многоженство, и продолжали соблюдать правила платя Колым при женитьбе и так далее. Более того, в этой моей статье про Худжум, которая писала для монаха, я смотрела статистические данные по бракам в разных странах на уровне 15-16 лет, и там очень хорошо видно, что уже в 15 лет, например, на территории Кыргызстана, большое количество девушек уже состояло в браке, хотя официально брачный возраст был с 16 лет. И в одной из книжек, критических, посвященных исследованиям, указано, что женские советы имели право давать разрешение на брак раньше 16 лет. И что была такая практика, когда женщины шли на поводу, например, у партийных работников, у кого-то, кто мог на них надавить, и они давали такое разрешение. То есть вот этот момент изучения, каким образом западал аспект между декларациями и правоприменительной практики, он очень интересный. И на самом деле тоже показывает на то, насколько вот это внешнее влияние, оно в итоге не всегда приводило к изменениям, но навешивало на женщин такую двойную петлю. То есть с одной стороны, женщины Востока должны были соответствовать советским нормам, они должны были быть активными общественницами, трудиться, всячески доказывать, что они уже соответствуют образу новой советской женщины. А с другой стороны, никто не отменял, что они должны были исследовать традициям своего сообщества, в котором они находились. Никто не отменял обязанности по поводу семьи, никто не отменял других аспектов, которые могли, их локальное сообщество могло на них воздействовать. С одной стороны, у тебя есть одни установки, тебе говорят, что нужно делать вот так, и твоя успешность зависит от этого, чтобы получить работу, ты должна, очевидно, показывать, что ты толерантна и что ты принимаешь советские нормы. А с другой стороны, возвращаясь домой, должна балансировать между установками своих сетей поддержки людей, которые тебя окружают и которые, возможно, не хотят разделять эти нормы. И этот баланс не всегда играл в сторону женщины. И статистика по насилию, убийству в период именно Худжума, она очень такая серьезная. За то, что они, например, начинали носить европейскую одежду, или что они ходили на собрания, или так далее. И если, например, здесь контекст Белоруссии или России, ну, Белоруссия, наверное, будет больше говорить, то, например, там я не нахожу таких источников, чтобы женщины за то, что они ходили в женский клуб, их убивали. То есть такой информации нет, потому что это больше коррелировало с данным контекстом. В то время, как, например, все источники по проекту освобождения женщины от Востока, они пестрят информацию о том, сколько было на самом деле насилия вокруг этого проекта. Второй аспект Худжума — это экономическое раскрепощение. Решительное содействие экономическому раскрепощению женщины, превращаем ее в равноправного строителя советского государства. Немногочисленные кадры женского пролетариата по мере роста промышленности должны быть увеличены. Эти кадры должны стать передовым отрядом борцов за раскрепощение женщины, за усиление влияния коммунистической партии среди трудящихся женских масс. Наряду с вовлечением женщин в производство партийные советские органы должны подставить перед собой задачу обеспечить вовлекаемым в производство женщинам условия быта, содействующие освобождению их от старых пережитков, создающих им возможность существования и развития наравне с работницами европейками. Женщина-дихканка, женщина-кустарница должна получить возможность активного участия в поднятии своего хозяйства. Женщина-дихканка, женщина-кустарница должна стать участником, сотрудником, товарищем, кустарю и дихканину в общей работе по поднятию дихканского хозяйства. Поэтому одной из задач в борьбе за раскрепощение женщин должно стать развитие таких форм сельского хозяйства, которые позволили бы использовать труд дихканки, которые позволили бы кооперировать ее для производства и сбыта. Кустарница должна получить рынок для сбыта своей продукции, государственный или кооперативный кредит, освобождающий ее от цепки лапы ростовщика Бая. И то есть важный аспект, что, конечно же, проект освобождения женщины, это касается не только Центральной Азии, вообще он, в принципе, включал в основе свое экономическое освобождение, это было связано с социалистической идеологией, которая стала класс в основе всего, я считаю, что преодолев классы в разногласии, можно достичь некой социальной справедливости. И, конечно же, вот этот экономический компонент, он был ключевым, и действительно, там женщины активы вовлекались в трудовое пространство, однако, если, опять же, взять данные статистики по 20-30 годам, то мы увидим, что женщин было не так-то много, на самом деле они составляли не больше 30-40% среди работающих, а на уровне руководящих постов их вообще, в принципе, не было. И связано это было, во-первых, с тем, что недостаточно сказать, что женщины должны идти трудиться, то есть практика повседневности, какие-то паттерны поведения, они не меняются так быстро, и непонятно, кто должен следить тогда за хозяйством, если женщина уходит из дома. И второй момент, что данный регион, например, в Кыргызстан, он не был промышленным, да, то есть этот регион был больше связан с сельским хозяйством, и вот это наращивание индустриальных мощей, то есть там какой активный упор на промышленность, он не очень принимался, да, и не очень был понятен, и не было квалифицированных специалистов, которые могли бы работать или готовы были работать в этом. И поэтому это создавало тоже определенную проблему, почему женщин было достаточно мало. И здесь мне еще кажется в этой цитате важный момент, что, вот опять же, если говорить про эту двойную петлю, она еще и с другой стороны, что женщина должна соответствовать не только быть товарищем Кустарю и Дихканину, она должна быть еще, соответственно, женщиной европейки. То есть для женщин Востока осталась такая гиперзадача достичь всех, кого только можно было достичь, то есть не только решить проблему гендерного неравенства внутри своего контекста, но также еще дойти до некого стандарта и уровня, который предлагала европейская часть. Россия говорила о том, что вот к этому нужно стремиться, вот это и является идеалом. И тоже по поводу еще момента условий быта, что, конечно, экономическая комминципация была тесно связана с попытками советской власти взять на себя часть ответственности за репродуктивный труд. И здесь есть два таких момента, что, с одной стороны, это было очень прогрессивно, потому что это давало возможность наконец-то скинуть какую-то часть обязанностей, там детские сады, и я знаю, что в Кыргызстане это не очень сохранилось. Например, в Беларуси это благо, за которое до сих пор держится власть, и благодаря которой она держится, гарантируя все еще эту социальную помощь. Но, с другой стороны, вот эта попытка помочь женщине с уходом за ребенком, она не переосмысляла вообще понятие репродуктивного труда, кто должен его осуществлять. И все еще, несмотря на экономическую эмансипацию, за женщиной оставалась проблема решить, куда отдать ребенка. Более того, если говорить про практику применительную, то понятно, что эти детские сады были только в городах, понятно, что они были слабо обеспечены, их было очень мало, они все могли туда попасть. И на самом деле, даже статистика по Союзу показывает, что оптимальное количество садов появилось только где-то начиная с 70-х годов. То есть до этого времени это был сугубо декларативный момент, который очень хорошо отчитывались, который очень хорошо звучал в виде лозунгов, но очень слабо реализовывался на самом деле на практике. Так, следующий момент, это такой самый интересный. Без борьбы за грамотность против затворничества, за равноправие невозможен культурный рост трудящихся. Борьба за школы для девочек, втягивание женского населения в школы для взрослых, подготовка из их среды школьных работников, организация учреждений охраны материнства и младенчества должна стать также одной из первоочередных задач раскрепощения женщин. Партийные комитеты должны принять меры к тому, чтобы в местных бюджетах была предусмотрена в достаточном количестве сеть специальных школ-интернатов для женского образования и сеть учреждений по охране материнства и младенчества. Одним из самых вредных пережитков старых отношений, сохранившихся до сих пор давящих мертвым грузом на женские массы, препятствующих их росту, является сохранившаяся до сих пор свою силу затворничества. Развитие экономики и рост культуры наносит удары этому позорному обычаю. Устои его давным-давно прогнили, но он продолжает еще давить и связывать по рукам и ногам женское население, делая его игрушкой или оружием в руках противников рабочего класса и советской власти. Поэтому борьба за затворничеством, борьба за равноправие женщин, за свет, воздух, за право участия в советско-общественной жизни, борьба за то, чтобы женщина стала в одних рядах с трудящимися мужчиной, в деле укрепления советского государства и подъема хозяйства. Есть одна из основных задач партии. На практике вот это затворничество, то есть да, с одной стороны была система образования, это то, что я говорила, там 20-30-е годы, это бум разных видов просветительских, женские клубы, красные юрты, уголки, делегатские собрания, женсоветы, то есть большое количество каких-то организаций, которые были призваны просвещать, учитывая там контекст, были созданы красные юрты, которые кочевали вслед за кочевым населением и работали с женщинами, которые были на кочевях. Эффективность этих методов, она как бы требует отдельного, наверное, анализа и не является целью моего выступления, но это был важный такой момент, который тоже активно использовался советским государством. Я скорее остановлюсь на втором моменте, это вот эта борьба с затворничеством, которая выражалась в борьбе с паранджой. Интересный момент является то, что в основном это происходило на территории Узбекистана, потому что паранджу носили в основном на территории Узбекистана, это меньше коснулось там Казахстана и Кыргызстана, но за концептом борьбы с паранджой на самом деле стояло не только снятие фактически с лица чего-то, но переодевание женщин в европейскую одежду. И вот это вот важный был аспект, именно как бы женское тело, вот этого выразителя, там нации, по которым можно было идентифицировать, его переодевание, оно символически означало присваивание, в том числе, им всей нации. И борьба с паранджой, она происходила в двух моментах. Первый это были публичные акции, где женщины на площади скидывали паранджу, сжигали ее, сообщали о том, что они никогда не будут больше ее надевать. И второй момент, это то, что женщины должны были ее снимать, и даже их мужья заставляли часто снимать паранджу, для того, чтобы получить хорошую работу, образование. То есть если семья имела амбиции на какое-то продвижение, они обязаны были продемонстрировать, что они конвенциональны, что они соответствуют советской модели. И в этом плане, конечно, тоже большой вопрос, насколько мы можем говорить здесь о неком осознанном выборе, о некой активности, когда была некая норма, которая негласно и гласно все подталкивала. Более того, данные по поводу публичных сбрасываний, сжиганий паранджи говорят о том, что на следующий день после этого женщины испытывали большое давление, они надевали паранджу обратно. Потому что они находились в ситуации, когда сбросив паранджу, они попадали в ситуационную боль уязвимости, что локальное сообщество считало, что теперь оно имеет право делать с этими женщинами все, что хочет. И тут еще интересный момент, что после того, как женщины сбрасывали паранджу, они сталкивались с ситуацией насилия, но это насилие было оправдано не... мотивация не только вернуть женщин обратно на путь традиции, а опять же выразить свою антисоветскую позицию. То есть в данном случае женщина, она в любом случае, как со стороны советской власти, так и со стороны локального сообщества, была тем объектом манипуляции. То есть то, что ее сообщество заставляло опять надевать паранджу, значило о том, что сообщество выражает свое отрицание по отношению к нормам советской власти. То есть это была такая антисоветская политика. Наоборот, когда советская власть снимала женщину паранджу, она говорила о том, что советский восток апроприирован власти, что он под контролем, потому что мы хотим, раздеваем женщину, хотим, одеваем. То есть это такой не предмет личного приватного выбора, а это предмет внешней политики. И по поводу паранджи, очень много, в литературе очень много пишется об этом. И Худжум часто ассоциируется только с снятием паранджи, хотя, как мы видим из обращения, это не только про это. И мне здесь очень тоже понравились несколько цитат, которые так хорошо подчеркивают, как это происходило. Партия под лозунгом «Наступление» понимает целую систему мероприятий экономически-культурных бытовых, но, несомненно, на ближайший отрезок времени вопрос о паранджи выпячивается на первое место. Нельзя говорить о действительном раскрепощении женщины, действительно в равноправии, сохраняя паранджу. На Ташкентском боевом участке ожесточенные схватки. Казалось бы, да, что это? В наступление идет по всему фронту. По одному старому городу 1755 узбечек сбросили паранджу. Противник обороняется упорно. Убит секретарь ячейки, убедившись сбросить паранджу 16 женщин. По кишлакам убито 3 сбросивших паранджу дихканки. Зарегистрировано несколько случаев, когда бои и духовенство угрожали открывающимся женщинам и их родственникам поджогом. Когда я начала читать, я читала эту книжку, я начала читать на Ташкентском, по-моему, участке ожесточенные схватки. Я думала, что не буду читать дальше, потому что я думала, что это про гражданскую войну. Я думала, что сейчас будет какая-то длинная. Но как-то что-то заставила меня читать это дальше. Я была очень удивлена, что дальше идет речь вообще-то про паранджу. И это, на самом деле, действительно отражало в какой-то мере реалии, то, что я говорила про то насилие агрессию, с которым сталкивались женщины. И даже некоторые экспертные исследования уже современные, которые я видела, которые проведены были в Узбекистане, говорят, что по архивным данным, что действительно даже советские данные несколько занижены по количеству убитых женщин за этот период такого освобождения. И если говорить про еще такой аспект деколониальной критики, то следует отметить, что, конечно же, такая политика по сбрасыванию паранджи – это очень такой европейский момент, потому что именно западный контекст уделяет огромное внимание визуальному режиму, визуальному подчинению тела. И, соответственно, вот это выбирание в качестве главной политики именно переодевания, переозначивания тела – это очень в духе западной модели дисциплинирования тела, где тело понимается как такой маркер и выразитель неких социальных значений. И, например, деколониальные феминистки, они говорят о том, что такие установки часто не учитывают, что, например, в других культурах могут быть важны другие способы восприятия и чувствования, и мироощущения, которые не завязаны на визуальном режиме. Но именно это очень такой западный момент, делясь внимание именно одежде, такому выражению «через одежду». И по поводу еще насилия, мне еще очень поразило, что в официальной риторике перечисляются, приводятся постоянные данные про какие-то зверские вещи, но при этом происходит такая романтизация насилия, оправдывание его через такую высшую цель, потому что это, видимо, было связано с тем, что, конечно, это очень демотивировало, и, конечно же, никто не хотел не ходить ни в клубы, ничего не делать, и необходима была какая-то такая романтизация. Для чего это нужно? То есть почему это надо? И это тоже такие очень интересные высказывания. «Какие бы ни чинились препятствия, не вернуть женщины на прежний рабский путь. Пусть избивает муж, пусть проклинает в мечетях мула, пусть отплевываются, как от заразы, старики, когда найдет собрание, пусть, что бы ни было, женщина Средней Азии проснулась». Женщина Востока становится действительным оплотом партии советской власти в национальных окраинах. Медленно, но неуклонно шагая через тела погибших в борьбе сестер, идет она по пути освобождения от ржавых цепей прошлого и присоединяется к первым колоннам освобожденного революции пролетариата. Она не свернет с пути, она не устанет и не изменит, и ее ничем не остановить. И в данном случае я еще хотела подчеркнуть такой аспект, что вот эти меры, они по сути не меняют систему, то есть они не меняют саму структуру отношений. То есть выкидывая некую практику, которая маркируется как плохая традиция, сама система-то по сути не меняется, но женщина становится уязвимой в наибольшей мере, потому что выражая свою неконвенциональность по отношению к неким правилам, она лишается поддержки, ресурсов и так далее. И вплоть до каких-то практических физических уничтожений. И это очень важный аспект, потому что это то, о чем писала Гайтер Спива, критиковала даже феминисток, когда они приходят с просветительскими проектами и говорят о том, что вот этого обряда не должно быть, этой традиции не должно быть. Они всегда учитывают, насколько та или иная практика включает женщину в контекст, и просто убирание этой практики на самом деле не решает проблему, а исключает женщину из этого контекста, лишая ее какой-либо помощи. И мне, когда я об этом думала, вспомнился недавний случай, когда в феминистском сообществе, по-моему, феминизм-юэй украинском, прошла новость об ужасной традиции в Камеруне по утюжке груди, когда женщинам, когда у них начинается рост груди, горячими предметами гладят грудь для того, чтобы она не вырастала. И риторика была такая сходная, очень осуждающая, какая ужасная традиция, мы должны что-то с этим делать, вот бедные женщины, их нужно спасти, это очень ужасно. И когда я стала читать в контексте, что о чем эта традиция, то, например, сами женщины, которые проходят через эту практику, или которые делают ее, говорили о том, что это позволяет им получить образование, потому что позже наступает половое созревание, то есть это выглядит, как будто оно наступает позже, и они могут дольше ходить в школу, потому что никто не задается вопросом, что им нужно выходить замуж уже, что уже пришло наконец-то момент. И когда мы, ну, когда начали развернуться дискуссия по поводу того, что эта традиция не должна быть, получается убирание этой традиции лишает женщину важного доступа к образованию, потому что она не меняет систему, где женщина находится в подчинении, где она не имеет доступа к ресурсам, и забирая якобы ужасную традицию, фактически она лишается единственного ресурса, который позволяет ей каким-то образом управлять или получать к образованию доступ, чтобы потом позволить ей что-то делать. И вот анализируя советский момент по поводу вот этой борьбы с паранжой, с радикальным изменением быта, это тоже такой важный момент, понимать, что все эти изменения, они по сути не меняли систему подчинения, не меняли систему того, что женщина оставалась женщиной, конструировалась как женщина и оставалась в иерархии, все равно в подчиненной позиции. Но оно также ставило ее в еще более уязвимую позицию, так как оно радикально выдергивало ее из конвенциональных норм и могло привести вплоть до таких очень сильных эффектов. И еще один момент, на котором я хотела остановиться, это по поводу борьбы со старым бытом. Партия должна перейти в решительное наступление своим примером, вовлекая широкие массы рабочих деканок в дело раскрепощения женщин. Партия считает нетерпимым, недопустимым в дальнейшее замедление вопроса борьбы со старым бытом. Партия считает, что наступило время решительной борьбы со старым затхлым бытом, с бесправием и фактическим затворничеством. Эта борьба должна проводиться партией в порядке длительной напряженной работы, постепенно втягивая различные слои населения, в первую очередь коммунаров и комсомол, затем национальный пролетариат, деревенскую бедноту, деканство и революционную интеллигенцию. Решающую роль в этой борьбе должны сыграть личным примером коммунисты и комсомольцы. До того момента, пока сами коммунисты в отдельных своих звеньях не выступят застрельщиками, борцами фактического раскрепощения женщин, начиная со своей семьи, нам не удастся преодолеть бытовые пережитки в массе. И здесь я бы говорила о двух понятиях. Первый – это дискурс о культурности, то есть он включал в себя, во-первых, гигиену, то есть очень важным компонентом просвещения являлся обучение гигиеническим нормам, вообще вся риторика о гигиене и все клубы, юрты, красные уголки, они всегда включали в себя врача, человека, который каким-то образом должен был осуществлять медицинскую помощь и обучать навыкам, как нужно ухаживать за собой, умываться и так далее. И я встретила такое высказывание товарища Калинина, неожиданное, который говорил, чтобы сделать народ культурным, нам прежде всего нужно научить мать умываться мылом. Опять же, интересный момент, что женщина выбирается в качестве первого объекта, который должна получать эту помощь и должна дальше транслировать ее, и более того, она еще и выражает то, что если уже она научилась умываться мылом, то уже народ тогда точно оккультурился. То есть это был такой первый аспект по поводу гигиены. И тоже еще интересный был момент. В одной из статей, в докладе Наркома здравоохранения Узбекской СССР, я нашла такое небольшое его замечание по поводу контрацепции. Значит, он пишет так. Как мы ставим сегодня в Средней Азии вопрос с правозачаточными средствами? Не знаю точно, как в Туркменистане и других республиках. В Узбекистане же мы ввели установку, так как это у нас новое дело, так как культурный уровень у нас несколько иной, чем в Центральной России, не пропагандировать широко противозачаточные средства. Мы дали категорическое распоряжение изъятие с продажи в кооперации противозачаточные средства. Мы провели запрещение по аптечной сети, правда не везде проводимое в жизни, продажи вручную противозачаточных средств и сосредоточили выдачу разрешения на них через консультацию, через врачей. Почему мы так сделали? Если на сегодняшний день имеются такие факты, как привязывание матерью рецепта к ручке ребенка как талисмана, если цинковую масть вместо наружного употребления едят, то пропагандировать широко противозачаточные средства среди коренного населения, конечно, мы не можем. Поэтому считаю необходимым в порядке обсуждения поставить вопрос о политике здравоохранения в отношении противозачаточных средств в условиях Средней Азии, разграничив ее для кишлака и для городов, где сконцентрировано более или менее большое количество европейцев и другого населения, которые пользуются этим и которые имеют опыт в прошлом. То есть в данном случае европейцы конструируются как более компетентные вопросы в контрацепции, способные ей воспользоваться, в то время как местное население не способно, им нужна очень сильная руководительная помощь для того, чтобы понять, как же использовать эти средства. Помимо вопросов гигиены, также очень сильно пересмыслялась интимность, вопрос интимности приватно-процессной семьи. И я нашла одно интересное исследование Адриэн Лин Эдгард, которое апеллирует понятию колонизации интимности, и она описывает практику межэтнических браков в 50-х годах, которые активно стали фарватером политики, национальной политики. То есть до 20-30-х годов разворачивался проект именно освобождения женщины Востока, потом он очень сильно затух, как и Худжум, то есть считалось, что уже этот вопрос решен, все достигли всего. И в 50-е годы начинается риторика поощрения межэтнических браков. И эта риторика, конечно, включает в себя компоненты модернизации и ассимиляции, так как в рамках этого брака русская нация определяется как лидирующая, и через такой брак считалось, что возможно продолжать политику оккультуривания. И Адриэн Лин Эдгард, она подробно описывает, каким образом постепенно советская власть приходит к этому решению. Она пишет, что в 20-х годах еще, например, преобладало доминирование в этнографии представления о расовой иерархии и типологии, однако в 30-х годах, когда уже в советской классе была запрещена Евгеника, появляются более такие, как бы мы сейчас сказали, социально-конструктивистские представления о том, что национальные различия они созданы, обретены в процессе историческом, культурном и не связаны с какими-то природными различиями, а соответственно смешение рас и этничности может быть продуктивным и полезным для развития общества. И в этом плане советская риторика сильно противопоставляет себя, например, штатам, где были запрещены межэтнические браки. Она говорит, что вот такая сильная социальная сегрегация, которая часто в западных странах преодолевает эту сегрегацию, оконсирует внимание, что межэтнический брак, он способствует преодолеванию этой сегрегации. И исследовательница пишет, что в 50-60-х годах выходит огромное количество исследований, которые доказывают полезность всяческую этих браков, и более того, каждая книга по семье на тему брака, она всегда включала в себя голову отдельно по тому, что же такое межэтнический брак. И она пишет, что такая риторика, она поддерживала две в основном идеи. Во-первых, что межэтнические браки были отражением процесса объединения наций, поглощением более крупными этническими группами, более мелких. И этот процесс, он как бы должен был способствовать появлению единого народа, как советский народ. И второй момент, это то, что межэтнические браки ассоциировались с модернизацией, в частности, с модернизацией более отсталых регионов. При этом во всех этих процессах сохранялся как бы сильно русско-центрированный компонент. И она приводит описание одного советского этнографа Бронзона в 1962 году, который с группой исследователей посетили Кыргызстан и исследовали именно быт межэтнических семей. И описание я хотела вам зачитать, мне оно показалось очень интересно. Значит, оно начинается следующим образом. В двухкомнатной квартире кыргызского шахтера Асулбаева исследователи нашли деревянную детскую кровать, радио, гитару, картины на стенах, шторы и книжный шкаф с книгами и граммофоном. Эти предметы быта советского российского среднего класса, приобретенные русской женой шахтера Натальей Ивановной, были компенсированы некоторыми оттенками местного колорита в виде кыргызского ковра. В смешанных семьях в сельской местности исследователи нашли доказательства прикосновения русской женской руки в навесках. Кроме того, благодаря усилиям русских жен в быт кыргызских сельских жителей были привнесены картофель, морковь, капусту, помидоры, редис и другие продукты русского овощеводства и кулинарии. Такое очень, мне кажется, красноречивое описание, каким образом этнографы исследовали эти браки и какую цель эти браки несли с собой, считало, что они должны нести вместе с собой. И это завершающий пункт из того, что я хотела сегодня говорить. И, наверное, в заключении я могу только сказать, что моя интенция проводить это исследование, которое я бы хотела, чтобы было, когда мы говорим о советском гендерном порядке, это говорится о том, что это не монолитный проект, далеко не монолитный проект. И скорее, наверное, мы должны говорить о том, что этих советских гендерных порядков было много. Конечно, есть некие идеи, которые были связаны с социалистической идеологией, которые были идентичны, однако сама реализация этих проектов, она была совершенно различна. И этот момент является очень важным для того, чтобы мы понимали, что происходит сейчас в постсоветских странах, почему происходят одни процессы, а не происходят другие, каким образом происходит переваривание этого колониального прошлого в других советских республиках. и это касается уже не только центрального аспекта вот этого советского востока, но это касается также и западных республик, как Беларусь, Украина, Молдова, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, которые тоже каким-то образом интерпретируют свою ситуацию пребывания в Советском Союзе как опыт колониальный, и соответственно новые политические группы силы часто малипулируют этим, развивая сильный националистический уклон, сильноправый уклон, нивелируя какую-то левую повестку, именно апеллируя к каким-то таким вещам. И, наверное, именно переосмысление этих вещей, этого опыта, понимание того, что было сделано, почему было сделано, и как мы можем теперь на этом что-то настраивать, оно может способствовать возможным и созданию кодоплюралистичного пространства, как минимум хотя бы, в понимании куда мы можем двигаться дальше и где мы находимся.